МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверджает курс на развитие тесных отношений с Венесуэлой и мая намер здействовать визиту в эту Украину. Про это он заявил сегодня на встрече с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Минендесом. Сегодня помеж краинами установлены долготерминовые гандлево-экономичные и кооперационные советы. Створено некольки суместных предприемствов по выпуску автомобилей, тракторов, с добычей нафты, газификации. По беларуской технологии у Венесуэлли организована вытворчасть дорожно-будовничной техники, открытый найбуйнейший у Латинской Америцы цагляный завод, побудованные сотни тысяч квадратных метров жилья. Выявление безгосподарных объектов, эффективное выкарыстание и реализация нерухомости прас-аукцион. Шляхи удосконаливания выкарыстания державной майомости обмерковались сегодня на посажении Гомельского облаконкама. С ситуацией ознайомился Дмитрий Котов. В 2016 году на Гомельшине выявлено больше за пять тысяч невыкарыстовымых объектов у сих форма уластности. На даденый момент выраженный лес, а маля 70% из них. Некоторые объекты вызначены под взнос, певная шастка утягнута в господарший оборот. Работа по организации аукционов оценена як эффективная. Все лето их пройшло каля 90. Реализовано 68 объектов. У вынеку в бюджет поступило больше за миллион 200 тысяч рублей, и это лепший показчик Украине. У таких будинках, как правило, организуются вытворщисти, а значит, заявляются новые прационные месяцы. Те, которые были приобретены в этом году, конечно, еще рано говорить об организации стопроцентного производства. Но сегодня видна такая тенденция, что у нас объекты покупают из первых торгов. Те, которые ждали. Мы, конечно, реализуем и те объекты, которые не проданы у нас с 2013-2015 года, но это за одну базовую величину. А сегодня у нас порядка 10 объектов было уже продано с первых торгов, то есть за 100%. И, в принципе, постепенно открывается производство. Иснуют и инши формы выкористания набитых прас аукцион объектов. Например, у гэтым будинку по улице Кирова ранее была пральня, а зараз крама бойной гандльовой сетки. Гэтые объекты по улице Барекина были реализованы фондом Гомель, а был майомость усяго некальки месяцев тому. Зараз тут проводится реконструкция. А вот этот будинок по улице Прилятарской является исторической каштовностью. И он был побудованный еще в 19-м 100-м годе. С початку тут находился дом староверов Кузнецовых, которые по известках уже и за все были связаны с Ковальской справой. Потом размещались разные ведомства, а пошли господар – военная прокуратура. Будинок был набитый прас аукцион в вересне минулого года. Новое призначение – объекты громадского хоршевания. За этот час проведена колоссальная работа по его обновлении. Будинок Амаль полностью отреставрованный звонкового боку, внутри ремонтной работы протягиваются. Многие предметы будущего интерьера, до речи, сделаны кавалями и рамесниками. Новый господар Юрий Сулимов про термин открытия объекта покой не говорить, однако означает, что новый декрет президента об развитии предпринимательства дозволит гэта заработать из наших худшей. И в этом плане я считаю, что это очень положительные моменты. Думаю, что будет гораздо проще согласовывать дополнительную документацию. И в новом свете здание увидит, это будет объект общественного питания для непосредственно всех жителей города, а также и гостей, будет выполнен в старообрядческом стиле. В целом работа по выкористанию держмайомости на Гомельшине оценивается становчиво, а лейснують резервы. У приватности треба узмаснить работу по задействию неэффективно выкористовываемой майомости для задействия развития предпринимательства. Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». До официальной частки посаджения Гомельского балл-выконкама ознагородили спортсменов, которые поспехово выступили на 23-летних дефлимпийских гульнях у Турции. Ускорбонку национальной команды представники региона принесли 12 медалев. Они завоеваны в двух дисциплинах – плавание и легкая атлетика. Самое поспеховое выступление у Оксаны Петрушенко. У ознагороды высшейшей пробы только на ее рахунку – три золотые и два сребренные медали. Конечно, эти победы не стали простыми. Лично для меня самым сложным была разлука с близкими. И, безусловно, невероятно приятно, когда твои заслуги отмечают на таком высоком уровне. Я думаю, что, как и для многих спортсменов, это подспорье для достижения новых побед. Грамотами Гомельска габл-выконкама узнагородили и тренеров, которые рыхтовали наших спортсменов. Так само гоноровым знаком Министерства спорта и туризма отзначена заслуженный тренер Республики Беларусь по плаванию Ганна Букреева. Улику ее выхованца упрославленный белорусский плавец Евген Цуркин. Сейчас тренер рыхтует спортсменов до чемпионата Европы, который пройдет несколько дней в Копенгазине. Это обыкновенный, как рабочий день у работников, так и здесь ежедневный труд. 6, 7, 8 часов. Все зависит от того, какая направленность конкретная во дня тренировки. Протягиваем выпуск. Проголосовать дотерминованно выборах у Мясцовой Советы Депутатов можно будет с 13 по 17 лютого. Такую информацию разместил Центр выборкам Беларуси. Заучасно отдать свой голос мае права выборщик, які у день выборов немае махшымасти знаходяться по месту жахарства. Нагадаем, депутатов Мясцовых Советов выберуть у Беларуси 18 лютого. Темчасом на Гомниччине завершилось створение территориальных выборчих комиссий по выборах у Мясцовой Советы Депутатов. У их состав уключены 2335 человек. Найбольшая колькость территориальных комиссий заснована у сельской мясцовости. 242 из 268 створенных. 85% членов комиссий – жанчины, 0,2% – грамадзяни РФ. Практично кожный третий – представник громадской организации, кожный восьмый – працонного коллективу. А про жаттого у составу территориальных комиссий на Гомниччине уйшли представники четырех политичных партей. Згодно с законодавством, усім комиссиям выделены места для постоянной работы. Все необходимое, что согласно кодекса, необходимых инструкций, все нам предоставлено. Есть кабинет для проведения дежурств, предоставляется помещение для проведения заседаний плановых. В настоящее время идет формирование окружных комиссий. Она будет продолжаться до 1 декабря включительно. И в течение трех дней после формирования пройдут первые заседания до 4 декабря. Зимовая каска. За минулую ночь Гомельщину накрыла снегом, и сторонки социальных сеток одразу наполнилися аматорскими фото с дымками. Так Константин Сажлобина зробил фото по час ранешней пробежки. При этом отзначил, что не шаканный снег не примусив отмоется от тренировки не только его. Анастасия Будникова с Гомеля опубликовала фото маленького сына, який максимум у першиню бажит таки сурьозны снегапад. Гомельщанка Виктория Гарлачова опубликовала снежная фото яше учора у вечера и подписала. Перший снег кожный раз приходит нечаканно и кожный раз мибы у першиню у житти. Ну а для синоптиков это только новая климатичная картина чергового дня. На сегодняшнюю ранницу максимальную вышиню снегу у регионе зафиксовали у Гомеля и у Василевичах, где этот показчик оказался высшейшим за среднесуточным удвоям. На другим месте Жлобин там лежать 6-сантиметровые гурбы. Увоглі по полночному заходзі снежная покрыва утворилася повсюдна. Однако по словах синоптиков гэты снег рыхлый и мокрый, тому долго радовать не будем. Максима до завтрашнего дня и он уже растанет. При этом у областным гидрометацентры отзначили, что периодичные опадки у выглядзі мокрого снегу будуть істі увесь тыдень. Устойливые снежные покрыва як правило з'являются только до середины снежня. До речи климатичная картина гэтага дня не пауплывала на картину дорожно-транспортную. У сплёску ДТЗ у регионі не зафіксавана. Наприклад, у областным центры по стані на 16 годин було зарегістровано 16 дробных здарыньев. Сяроты их удельников хтось не поспів пераабуть железного коня, а хтось яшы просто не привык до снежной дороги. А вось коммунальные службы были на паготове. У областным центры на уборку снегу спецтехніка вышла ще учора у вечер і протягує працювати. На боротьбу со снегопадом Гомельській в області накеровано більше як 60 одинок уборочной техніки. Выдатковано 700 тонн супротігалолёдной сумісі. Предварительно жилищно-коммунального хозяйства було готово. Говорються, і була конкретно підготовлена специалізованная техніка, необхідне кількість пескосоляной смісі. Поэтому сьогодні в нічі с учетом выпадення снега вышло 19 единиц пескоразбрасувачі техніки. Соответственно, тот необхідний объем пескосоляной смісі, который был предварительно к сезону заготовлен, його в полной мере хватит на сезон. Поэтому опасений каких-то и будем говорить то, что завтра буде більше снега, і жилищно-коммунального хозяйства не справиться з поставленной задачою, я думаю, не настораживаю. Дорожным службам на уборці снегу прийшлося заденешать усі ресурсы. З вечера понеделка бригады дорожніков безперапынно знаходяться на трасах республіканських значення. Станом справ потікавився наш корреспондент Олег Сентюров. На території 41-го дорожньо-эксплуатacyjного управління республіканського предприємства Гомель-Аутодар усяго одна специальна машина. Роторное обсталевання призначено для уборки снежных заносов вышинёй от 1 метра. Пакуль такого покрова нема, а ліпліоні проблеми для руху автотранспорту снег уже створил. Починаючи з 17 годин вечера понеделка бригады дорожніков безперапынно знаходяться на трасах республіканського значення. Снег очень тяжелый, мокрый. При работе мазманов и вообще мазов с двумя ножами автомобиль двигается очень медленно, со скоростью 30-40 км в час. Больше не позволяет мощность. Мы расчищаем, потом делаем посыпку и через часа 2-3 опять идём, вон опять много снега и опять расчищаем, опять обрабатываем покрытие. Пакуль республіканской дороги опросовывает солью, некая посудность заявляется отходом в творчестве Беларусь-калия. Калия температура опустится ниже за минус 10, реагент заменит. В уголе выкороцовывает некие принципы новой сумеси. Дорожники не спешаются, тем больше, что все эксперименты, которые проводились в соседних краинах, закончились неудалым. До этой зимы в республиканском протроемстве автомобильных дорог Гомельской области наркнували больше 10 тысяч тонн соли и, моль, 60 тысяч тонн пешано-соляных сумесей. По соотносинам цена-якость это были самые эффективные реагенты. В селеке ничего лучше для нашего климата упаковывающие никто не пропоновал. Ситуация на дорогах у Гомель-Аутодары находится на постоянном контроле. Тем больше, что технологии дозволяют не только сочить заходом работ в реальном часе, а и из высокой ступени вероходности прогнозовать изменение умов на дворе на конкретных участках. Дорожники кажут, что полностью готовы до работы в зимовый период. Ведь, звычайно, для нашего климата перепады температур робят эту работу особливо складанной. За зимний период где-то получается 70-80 циклов, когда переход дороги для асфальтобетонных покрытий очень губительный. И появляется потом много дефектов, трещины, шелушения, ямочность. И вот период марта-апрель это самая большая работа для наших всех филиалов по восстановлению покрытия. Сегодня с коллективом открытого акционерного товарыства «Комбинат Усход» сустраился министр по податках и сборах Республики Беларусь Сергей Наливайка. Тема размовы гучала так разневоление деловой активности и умов для створения и ведения бизнесу. Сустреча организована у рамках дзен информования, ответных график зацвеженной администрацией президента. Почас размовы акцент зроблены на подписанных пакет документов велася велася в формаце открытого диалогу. Сергей Наливайка не только огучил актуальную информацию, але и отказал на питании присутных. Выники пятигодзе и планы на будущую. Сегодня отбылась спровоздачная выборная конференция о Гомельском областном отделении Белорусского фонда мира. Ее наведало керавництво республиканской структуры. Лепшие миротворцы отримали заслуженные узнагороды. Больше подробязно расскажет Анна Ковалева. Международное супрационничество, миротворчая, выховавчая работа и доброчинность, на керунке, у яких развивается Гомельское отделение Белорусского фонда мира. Причем похожим с их и оно працю навыдатно. Такой отзнак у охудшого старшиня республиканского управления фонда мира Максим Месько. Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира сегодня занимает одну из лидирующих позиций в работе всего фонда мира нашей республики. То количество мероприятий, которое сегодня проходит в Гомельской области благодаря Белорусскому фонду качество этих мероприятий всегда исключительное. Задача конференции обранья нового состава управления областного отделения и подведения выникал опушные пятигодки. За этот час реализованы сотни проектов по всей Гомельщине и навод за межами краины. Прошло 30 акций «Дорогое слово мама» организовано 6 лагеров мира и дружбы, 22 «Ёлки миру». Больше 20 акций «Мы славим человека мирной прации». Здесь не на 18 международных поездок. Больше 660 новонародженных отрымали статус «Дитя миру». Гэтые проекты уже давно стали визитной карткой Гомельского отделения. Сярод выникал пятигодья, так само повеличение колькости миротворцев. Калле в 2013 их было калле 2000, что по опушних дадзинах 3586. Прогэтым одна смета, до якой имкнется Гомельское отделение – за опушние годы она заключила пять погоднений с установами адукации России. Яграфия супрацовництва Бранск, Смоленск, Новозыпка, Узлынка и Курск. Директор школы Светлана Кубышкина удостоена гонорового медаля Белорусского фонда «Миру» заслуженный миротворец. «Знаете, я очень тронута признанием работы, но не своей, а работы прежде всего нашего учреждения средней школы номер 27 школы мира, потому что эта медаль это медаль конечно нашему педагогическому ученическому и родительскому коллективу, потому что миротворческая деятельность это краеугольный камень жизни нашей школы, это очень ответственно и это очень почетно». Усягу в этот день было уручено коля 20 узнагород городского, областного и республиканского узровня. Сырут их девять медалей, а так само подяки и гоноровые грамоты. А кроме подведения вынеку и узнагороджение самых активных миротворцев складенный план работы на наступный год. «Если говорить о планах, то те планы, которые у нас были на мероприятии, они у нас будут продолжаться, но только немножко будут шире, усовершенствованы в этом отношении. Ну и я повторяю, основное мероприятие мы будем опять уделять акции маршу дорогами мира и труда. Это сегодня главное». Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». Другий отборочный этап телевизионного фестиваля армейской песни «Зор» отбылся сегодня у Гомеля. Удел УИМ приняли наученцы установ адукации, аутеры и канавцы и творческие коллективы региона, а так само представники воинских шастей гомельского гарнизона. С яскравыми концертными выступлениями гэты у тым лику и самодейные артисты «Мару». Ужали песни об военной службе и у сбройных силах про верность воинскому обовязку. Свою жизнь отдавая Вы дарили свободу И за веру сгорая Шишки ровно в ногу Идет солдат по городу По изобновой улице И оттуда поделечим За улица снег Телевизионный фестиваль армейской песни «Зорка» организованный Министерством Обороны Республики Беларусь при садзейничании Министерства Культуры и Бел Телерадио Кампании. Его головная мета – формирование и умоцование у громадства почуття патриотизму, а так само выявление и поддержка выканавцев. Гэты фестиваль у нашей краине ладзится с 2012 года. Гомельщина УИМ принимает удел у першиню. Переможцы областного отборочного этапа представить наш регион в республиканском финале. Судя по той подготовке, которую я видел участников этого фестиваля, ребята подошли к этому очень серьезно. Участвуют не только дети, участвуют и взрослые, жены офицеров, военнослужащие. Поэтому я надеюсь, что данный этап пройдет весело, пройдет он значимо. Мы выберем лучших и отправим на конкурс в Минск. Я думаю, что наши участники выступят достойно и наша область порадуется за них. Сегодня у православных верников распадшался калядный пост. Он продолжится 40 дней до 7-го студения и рыхтует верников до свято Рожства Христова. Калядный пост иначе называется Пилиповым, у гонор апостола Пилипа. У харчаванне на гэтае дни устанавливается строгий режим. Заборонены мясные и молочные продукты, яйки и сыр. По християнских традициях пост целесный сопроводжается духовным. Гэта молитва, покаяння, устремание от спакуз и дарование крыльдов. На гэтым выпуск завершен. Всего доброго и до встречи у эфиры.